Японская правда Наша передача продолжает радовать вас и набирает большое количество откликов в разных соцсетях Но беспокоит небольшое количество въедливых комментаторов, которые пишут, что надо писать японская правда вместо правильной японской Так почему же все-таки японская? В свое время, 10 тысяч лет назад, аутфаги все помнят и никогда не забывают Был такой блок у мурманских суровых российских анимешников Японская правда, где они рубили правду-матку про нашу любимую отрасль японской анимации Ребята всеми доступными им способами при помощи правильного и неправильного русского языка Пытались донести до целевой аудитории, что нового появилось, как это смотреть и что с этим теперь делать Жемчужиной в творчестве блога была эпичнейшая исследовательская статья Александра Косырина «Сиськи в аниме» Где ребята со вкусом и знанием дела рассмотрели такой феномен в аниме как фан-сервис То есть демонстрация зрителей труселей, округлых частей женского тела и прочих замечательных радостей Вывод из этой статьи был однозначный Есть сиськи, которым прикручена девочка И девочка, к которой прикручены сиськи Это два кардинально разных подхода Вспомнить хотя бы Йока из Гуренлагана Вот уж баба так баба И для сюжета молодец И вообще в целом и с монстрами сражается Но к ней прикручены сиськи для пущего перца Для радости зрителя А бывает, что в другом аниме Я даже не могу вспомнить в каком Но тысячи их Что сиськи присутствуют И разговаривают, ходят, общаются Но при этом девочка, которая стоит за этими сиськами Абсолютно безвольный персонаж Следуя заветам Александра Косырина Мы назвали свой блог «Японская правда» Не спросив ни у кого разрешения Мы продолжим дело суровых мурманских анимешников И будем рубить правду матку И рассказывать вам все, как есть Казалось бы, летний сезон закончился Вместе с Титанами И смотреть анимешнику стало нечего Многие слабые духом Пересаживаются на западные сериалы Типа «Как я встретил вашу мать» Теория большого взрыва И другие высеры загнивающего запада Придавая идеалы чистой и двухмерной анимации Из страны восходящего солнца Но маяк «Японской правды» Не задушишь, не убьешь И не страшны ему варп-штормы Мы расскажем, что смотреть в осеннем сезоне Чтобы не умереть со скуки Поехали! Леди Мацумото Как много в этом имени для настоящего олдфажного анимешника Немного инфантильный, но невероятно привлекательный Особенно если дело касается женских персонажей Его фирменный стиль — это романтика настоящих покорителей космоса Пафосных боевых командиров, романтических пиратов и других мистических сил Вот базис, который с душевной изгаркой оставил Леди Мацумото в 70-х Именно с его произведений началась первая золотая эра аниме Боевой крейсер «Ямато», «Королева Тысячелетия», «Галактический экспресс-999», «Интерстелла-5555» И, конечно же, «Капитан Харлок» На последнем мы остановимся отдельно За годы мы видели огромное количество разных экранизаций «Капитана Харлока» И вот перед нашими экранами самая дорогая, самая пафосная и самая мрачная экранизация в 3D Бессмертный космический пират «Капитан Харлок» возвращается Этот галактический эмо из 70-х с фирменной челкой в стильном камзоле И крутанским боевым крейсером будет радовать уже новое поколение анимешников И греть сердца анимешниц Новый полнометражный фильм, стоимость которого превышает 30 миллионов убитых енотов Веселый Роджер, офигенный графен Объемные женские формы Обновленная жесткая и мрачная атмосфера Напоминающая 40-тысячный Вархаммер Что еще нужно олдфагам? Нью-тайпы же смогут приобщиться к анимешной классике И, возможно, заинтересоваться остальным творчеством Лейдзи Мацумото На всех трекерах страны уже через пару недель Мне посчастливилось отсмотреть 20 минут из грядущего фильма И я вам ответственно заявляю, нас ждет отличное кино Идем дальше Фури Кури, Ганбастер, Тинген Топа, Горен Лаган Если эти названия ничего вам не говорят, то бегом в ближайший меломан или на раздачу торрентов Для тех, кто в курсе, крутанский режиссер Хироюки Имаиси и краснознаменный сценарист Кадзукина Касима Сбежали из студии Гайнакс, чтобы основать свою собственную Триггер Там они набрали себе молодых и талантливых аниматоров, чтобы снять проект Вич Академи О котором мы вам рассказывали в прошлый раз Но пока суть до дела и рисуется вторая авашка Ребята решили снять полноценный ТВ-сериал Абсолютно все забороженно следили за развитием событий и смотрели офигенские трейлеры Аниме, безусловно, хорошее Но после первых пяти минут серии Кила Килл Я вам скажу, тут все еще круче, чем Магма течет в наших венах, раскаляя сердца Да, чем в Гурен Лагмане Оказывается, не обязательно кидаться друг в друга галактиками Достаточно сверхдинамичных ракурсов И всепоглощающего пафоса, чтобы глаза зрителя лопнули От динамики, а сердце перелилось адреналином 17-летняя девка Рюко Матой путешествует вместе с гигантской половинкой ножниц в качестве оружия Для того, чтобы найти обладателя другой половины ножниц Того человека, который убил ее отца Рюко поступает в Академию Ханодзе Которая живет и существует в страхе комитета правления Эти люди обладают необычной формой Гоку Которая способна раздавить любого на своем пути Рюко терпит сокрушительное поражение от рук боксера Она падает в подвал, где находит странную говорящую Сейлор Фуку Которая очень странно скрывает ее молодую грудь за двумя тоненькими бретелечками И дает ей, естественно, невероятную силу А дальше нас ждет эпичный пафос Сражение, сражение, сражение Кому нужен сюжет, когда один из сценаристов писал истории для Пентин Стокинг? Вердикт Однозначно смотреть Эти ребята, даже если делают что-то посредственное в плане сюжета Тащат такой анимацией и таким умением создавать пафос из ничего на ровном месте Что любо-дорого смотреть Бодрейший старт Держим пальцы крестиком Ребята, не подкачайте Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сгладить Пять говорящих сейлор-фуку из пяти Пока доблестная редакция ждет свежачков из нового сезона И досматривает старый Мы предлагаем вспомнить былое и годное В эфире Нетленко Мой дорогой друг Если ты собрался на гравитацию с Джорджем Клуни Прежде чем покупать билет Вспомни, что 54 года назад, 4 октября, человечество запустило первый искусственный спутник Земли Лайк, если помнишь эту дату Так вот, сядь, открой бутылочку чего-нибудь, запасись снэками и скачай сериал Планетис Странники В 2004 году годная краснознаменная студия Sunrise сняла это офигительное аниме Они рискуют своей жизнью каждый день Они настоящие профессионалы В их руках судьба всей программы освоения космоса Они обычные сборщики банального космического мусора Да, ребята собирают космический мусор Но как они это делают? Ведь даже маленький винтик, вращаясь космическими скоростями на орбите Может, например, прошить насквозь станцию Или взорвать чертям шаттл А если мусора станет много, нам вообще будет заказан выход на орбиту Рутинная работа в космической мегакорпорации Становится лишь фоном для подлинного раскрытия и постановки философских вопросов О тяге человечества к неизведанному Перед вами один из лучших аниме-сериалов вообще Точнее, планете с одним из немногих представителей настоящего твердого сай-фай в аниме Именно научная фантастика не просто фантастика Отношение к техническим деталям поражает Отдельного Оскара достоин опенинг В котором, кроме всего прочего, последовательно показана история развития ракетостроения и космической техники От теоретических изоцканий Циолковского до недавних событий в этой области Что я могу сказать? Браво! Девочка Айтанаби, выиграв третисортный конкурс, пробивается на работу во всамделишный космос с большой буквы Да, она каждый день выходит на орбиту в скафандре Ее работа обходится Земле в миллионы денег Но она всего лишь сборщик космомусора, как и весь ее отдел Отличные, выпуклые, проработанные персонажи Каждый со своей целью, мечтой и стремлениями Крутейшие повседневные истории простых работяг в космосе Вообще, планетис на редкость осмысленная и добротная вещь во всех смыслах Начиная с глобальных вопросов, стоящих перед человечеством И заканчивая личными субъективными выборами героев Планетис дает реалистичную картину миру будущего Не будет вам мира во всем мире равноправий против цветочков Как не будет и тотального разрушения основ мироздания Все, в общем-то, как было, так и останется Так в чем же смысл такой эволюции, когда развивается лишь материальное окружение человека Но внутри он сам остается тем же дикарем Думаю, все очень четко выражено в опенинге С помощью визуальных образов, особенно в самом конце Только одно слово – мечта Мечта о покорении космоса Если ты твердый любитель твердой научной фантастики То бегом качать, смотреть и радоваться 10 космических винтиков из 5 За сим откланяюсь Ставьте нам жирных лайк, репостите Ковер на стене символизирует Заходите в нашу группу во Вконтакте Специально для Гонзо Кейзет